После длительного вынужденного перерыва дороги Узбекистана снова заполняют автомобили. Пока, правда, только на три часа рано утром и столько же вечером, но уже достаточно для того, чтобы добраться на работу и обратно. Так в стране началось поэтапное снятие карантина. Самое долгожданное это разрешение на прогулки. Пока только во дворах и с обязательным соблюдением мер предосторожности. Еще один шаг, предложенный президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым, открытие междугородних трасс для перевозки фермерских продуктов. К слову, базары за период карантина стали едва ли не самыми защищенными от вируса местами. Я очень рада, что я пришла на базар, я так боялась, а здесь все дезинфицируют. Военные наши, заботятся о нашей безопасности. Действительно, масштабные учения в Ташкенте проводят военные. Согласно легенде, в городе обнаружен очаг распространения COVID-19. Задача одномоментно приступить к дезинфекции сразу всех общественно важных объектов столицы. За считанные часы город превращается в настоящий противовирусный бастион. Военные молодцы ребята, хорошо делают у нас. Пока в Узбекистане самая лучшая обстановка. Спасибо президенту нашему. Ну, всем ребятам, кто сейчас делает для людей. За время карантина столица Узбекистана показала себя как город с одним из самых высоких уровней самоизоляции. Ежедневной нормой стала тотальная дезинфекция городских улиц и магазинов. Огромный госпиталь на 10 тысяч мест развернули недалеко от Ташкента. Усилия Узбекистана в борьбе с COVID-19 высоко оценили во всемирной организации здравоохранения. Узбекистан, несмотря на сложные ситуации, проявил солидарность и выразил поддержку ряду стран, включая Китай, Афганистан, Иран, Киргизстан, Таджикистан и Венгрию. А это первая в Узбекистане онлайн-поликлиника. Здесь можно дистанционно получить первичную медицинскую помощь. Сервис напрямую связывать с нужным специалистом. Консультация в чате или по видеосвязи на узбекском и русском языках. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Петя. Слушаю вас. У меня вопрос. У меня жалобы на головные боли. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Практически каждый второй пациент, попавший в больницу с неприятным диагнозом, пошел на поправку и уже отправился домой.